В районе сохраняется сложная паводковая ситуация. Вода в реке Чехрак второй раз за истекшую неделю поднялась до критического уровня. В ночь с 30 на 31 мая в районе села Унароково и хутора Славинского, мостовского района Краснодарского края, за один час выпало около 65 миллиметров осадков. Это составляет практически месячную норму. Все эти осадки очень быстро оказались в русле реки Чехрак и русло начало стремительно подниматься. Около 12 часов мы получили информацию от главы Унароковского сельского поселения о том, что паводковая волна уже подошла к селу Унароково и в скором времени она придет на территорию нашего поселения. Оперативно сработали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Кашхабского района. Мы экстренно провели оповещение населения хутора Красного, аула Бличепсин и хутора Игнатьевского о том, что у нас приближается высокая паводковая волна. Незамедлительно были организованы работы по минимизации возможного ущерба, который может причинить вот этот паводок. Значит, срочно была опять-таки же перекопана автомобильная дорога Майкоп-Геогинская-Апсибай в районе поселка Майского. Вот, тем самым опять-таки же вот эта паводковая вода по вот этому каналу сошла в поля, и тем самым мы опять-таки предотвратили подтопление аула Бличепсин. По словам главы Майского сельского поселения Андрея Доцко, около часа ночи начался подъем воды, а уже в час сорок вода поднялась больше, чем на один метр. В результате чего пострадали те же подворья, что и в прошлый раз. Плюс еще пять, так как уровень воды в этот раз был выше предыдущего. Одним из последствий стало еще большее размытие на 150 метров дороги от хутора Красного в сторону села Унарокова. К сожалению, нам опять не удалось полностью минимизировать последствия подтопления хутора Игнатьевского. Произошло подтопление хутора Игнатьевского, но волна паводковая, она прошла по тем подворьям, которые были подтоплены и во время первого, так скажем, наводнения. Пока там откачали, у нас это самое, понемножку сын копал, она уходила. Но только вчера вот в огороде исчезла и шла. Сегодня уже в 7.30 обратно было. Сейчас мы очень не спим. В 0 часов 15 минут позвонил Зверев Николай Семенович. Сказал, что экстренное предупреждение, идет большая вода. Сказали, что вода идет больше, чем было раньше. Ну и началось оповещение людей. Пока оповестили всех, подняли всех. Голосовой связью мобильной мы тут же оповестили всех, кому могли, дозвонились. Ну и начали у нас мониторинг реки, когда подойдет вода и так далее. Ход работ по ликвидации паводковой ситуации во всех подтопленных поселениях контролировал лично глава района Заурха Мерзов. Помимо Кашхабльского ДРСУ на помощь пришли Шевгеновское ДРСУ с техникой, а также Кашхабльское сельское поселение с двумя единицами техники. Очень большое спасибо нашей районной администрации во главе с Заурховским Хамирзовым. Они нам помогли, тут же организовали технику, подвезли. У нас, значит, один экскаватор с Майкопа пригнали на трали на гусеничном ходу. Один колесный экскаватор, четыре, как мы их называем, маленькие экскаваторы, петушки. Начали быстренько спасать у нас одну улицу. Именно из-за этой улицы пошел бы весь хутор на подтопление. Быстро начали возводить там дамбу, дамбу берегового крепления. Ну и тут же хорошую, очень большую помощь оказал и Ибрагим Шевгенов, начальник нашего ДРСУ. В Акажев Руслан тоже пригнал свой бульдозер. Ну, общими усилиями восстановили береговое крепление. Ну, конечно, как у нас 70 метров дамбы размыты было, туда мы не смогли проехать, потому что там сыро, вся техника увязла бы там. Ну, будем ждать, когда будет подсохнуть там, когда погода будет, тогда мы будем восстанавливать там все. Ну, и так, сейчас у нас продолжаются работы по укреплению вот здесь поворота реки по улице Ленина. Насыпь делаем так, чтобы не пошло дальше, ну, чтобы большего ущерба, чтобы не было. Минимизируем потери, как говорится. Ну, и здесь также, чтобы на детский сад не пошла вода перед мостом. Потом здесь мы тоже начинаем, укрепляем немножко, засыпаем подъезд туда. Техника у нас, вот, четыре, как я сказал, четыре мини-экскаватора, два больших экскаватора, пять КАМАЗов, один бульдозер, Руслан Вакажев. Ну, вот столько техники у нас сейчас работает. Стараемся закончить сегодня, где можно засыпать и так далее. Потому что дожди обещают, по дождю нигде мы ничего не сможем делать. Большое спасибо Беслану Курашинову, нашему депутату, который пригнал свой экскаватор и сам лично участвовал в ликвидации наших последствий вот этих аварийных. Большое спасибо нашему тоже предпринимателю Зехову Зурабхадридбиевичу. Он организовывает всегда питание для наших механизаторов, для наших рабочих, что у нас работают на ликвидации последствий. Большое им спасибо. Никогда не отказывают, всегда относятся с пониманием и с большим, открытым, чистым сердцем нам помогают. Для минимизации последствий была срочно собрана механизированная группа для проведения всех работ по восстановлению разрушенной береговой линии, по укреплению откосов берегов. В эту группу вошло 15 единиц техники, 6 экскаваторов, 6 автомобилей КАМАЗ, самосвалов, бульдозер, трал, пожарная машина у нас работала. И практически у нас работало около 40 человек личного состава. Удалось нам минимизировать последствия подтопления хутора Игнатьевского. И целый день продолжались работы по устранению этого подтопления. Уже на 18 часов вчерашнего дня вода сошла практически со всех подворий хутора Игнатьевского. Там остается у нас одно, два, три подворья, на которых нужно произвести откачку воды. Значит, завтра осенизаторская машина из аула Кашихабль направится в хутор Игнатьевский. И работы по откачке воды будут проведены. Сегодня там начинаются работы по откачке и хлорированию колодцев. Значит, к 18 часам вода, как я уже сказал, в хуторе Игнатьевском практически спала. И где-то в районе 20 часов вчерашнего дня паводковая волна подошла на территорию Дмитриевского сельского поселения, конкретно в поселок Дружба. Но, к нашему счастью и к счастью жителей этого поселка, паводковая волна за время прохождения вот этого расстояния от, так скажем, села Унарокова до поселка Дружба, она потеряла свою силу, свой напор. И по территории Дмитриевского сельского поселения волна прошла, не причинив никакого вреда и ущербу населению и инфраструктуре Дмитриевского сельского поселения. К сожалению, опять-таки же, в результате вот этого подъема и прохождения этой волны дополнительно у нас оказались подтоплены сельскохозяйственные угодья Егерухаевского сельского поселения. Значит, сейчас мы подготовили на имя начальника управления охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Адыгея Колесникова Сергея Витальевича ряд наших предложений с тем, чтобы провести какие конкретно мероприятия для предотвращения возможного подтопления территории района. Туда мы просим включить мероприятия и по реке Ходз, это в ауле Ходз, и по реке Лаба в районе хутора Казена Кужорского, по реке Лаба в районе аула Кашихаб. Также мы просим оказать нам содействие в расчистке русла реки Чехрак на участке от майского сельского поселения до того места, где у нас произведена уже расчистка этого русла. И второй участок это по территории майского сельского поселения на территории хутора Чехрак. Мы надеемся, что нам пойдут навстречу и по возможности окажут помощь в проведении вот этих вот работ, чем мы будем способствовать уменьшению рисков подтопления территории нашего района. Какие прогнозы на ближайшие дни есть? Ну, к сожалению, пока прогнозируются осадки, но к нашему счастью, что они не такой интенсивности и силы. И будем надеяться на то, что такой большой паводковой воды на наших малых реках ожидаться не будет. В случае возникновения непредвиденных опять-таки же ситуаций, силы и средства района готовы к реагированию на всевозможные чрезвычайные ситуации.